И прошу, прошу у вас дозволу самому поудельничать на огульных принципах и подставах у с вами. Ну-ка поглядетьте внизу, семья, стратил форму. Один, я листу я. Пакуль Абаму не забили, яща вы жадец не сгубили. Гроги, брат Богом, замолить и у всех, кого вы не любили, пакуль Абаму не забили. Яща мы можем полюбить, пакуль, ягна клавиатуры, свет бело-скуры, чорно-скуры, шаму и музыка учить. Мы можем не справлять халтуры по свете, и псалмы, и суры одной молитвы улучшить. Пакуль Абаму не забили, яща мешаясь не сгубили. У храмах свечки запалить, забьют Абаму, рухнуть храмы, и Бог помре. И тень Абамы над Богом будет голосить. Меньшую вашу сиху, с Гильфурговой ночью. Я хочу прочитать верш. Тейлора Мелли, это очень крупный переменец национальных слэмов США. Рекордсмен по тем, как я доводил свою команду в слэмпойдринку поэддит до финала и перемогал. Верх называется «Я могу быть поэтом». С приветствием, Витя Жибулев. Я думаю, я могу быть поэтом. Бо я люблю обранаться во все черное. И я могу выдумать, а вы что? Например, марксист берет кредит в банку. Порш стягне инвалидку. Неборака подтягивая капучино с нацеленным у неба везенцом. Я видел поэту, что спевают песню в своих родках. Без дай причины, одно дело факту. Закатанных во властные голосы. И в конце кожных родка они подвывают. На каждом родке они подвывают, покурят, читают, читают и читают. Бачишь, прописные истины у проезда их соромаются. У поэзии их навод подвывают, бо они надают прихованный сенс. Я разумею, про что кажу. И ты мне дуби. И я не боюсь обломаться. И я не боюсь выкрасить одно лаенковое слово, как дать разумею, что она сурьезный поэт. И я не боюсь так само грижать с напругой, с долгими, драматичными паузами, полными тревоги. И покурь вы слухаете, подвышать голос. И слова редкие, идиосные слова, а какие-то однисловость, померковность выкоруствовывать, как нагадать вам. Я письменник, жарите мой молдный бруд. А напроконцы промовлять мягко, навязливо, бесчетно, хоть и не без иронии. И скончить раптовно, шмазначно. Я хотел сказать великое дякую всем, кто слух у меня уважливал. И я хотел бы провести такую маленечку акцию, меня чемуся крестили с их символем. И это, как назло еще подтвердилось в Ужгороде, где громов в Услэме, как высветлился. Фестиваль был ратичным, и мне подарили одну штуковину, с которой я не знаю, что делать. Я не поспел ей никому передарить. Я знаю, что в Беларуси есть аутерка, звершу, цедовная аутерка. Один звершу, якой починается ратком, до этого я смоктала выключ на шоколаду. Я хотел бы запросить до себя Валерину Кустову и передарить ей, я не веду, Кушкин, Кушкин, тебе держали музу передает. Валерина, ты можешь, коли хочешь, показать, что это. Мы зараза пытаемся, Ледачеву, показывать, что там. Поцелуйтесь на рэште, дядя мая. Показывай же, что там. Я уже стогануюсь. Это шоколадное. Боже. Я теперь сразумела, что не сгармахать, но в слове я бы перемахнувшина. Дякую. Никого одного словам без эпатажа. Все, которые дякую за треванье, дякую за то, что потреннули, и лично за то, что я не была задоволена вашими вопросами. Дякую. И еще одна обвестка. Я хочу себе сделать приемный бонус. Мы зараз проводим конкурс молодых литераторов имя Карлоса Шермана. Целых три удельники в этого слэму стали анастасовыми финалистами нашего конкурса. Это Виталий Пыль, Катя Зыкова и наш пероможец Виталий Рыжков. Почусть в этих поэтов, а так само и инших молодых поэтов, а так само почусть белорусские перостворения розных классиков, сосветные литературы, которые были представлены нашими пероможцами-пероклассниками, вы сможете 3 травня, в неделю, 17.00, 5 вечера, у музея Павдановича. Ах, если вы здесь на выходе, если кто хочет записать информацию, пожалуйста, запрошаем, поддержим поэзию еще и там. Дякую. Счастливо. Дарайте, кто первый добежит, то и будет казать ее. 9 лет Дон Петро Гомец по прозванию Лев Костильи осаждает замок Памбу, молоком одним питая. И все войско Дона Петро, 9 тысяч костильянцев, все по данному обету не касается мясного, ниже хлеба не снидают, пьют одно лишь молоко. Всякий день они слабеют, силы драться по-пустому, всякий день Дон Петро Гомец, а то и обместилье плачет, закрываясь все пончою. Настает уж год десятый, злые мавры торжествуют, а от войска Дона Петро на лицо едва осталось себе 12 человек. Их созвал он Петро Гомец и сказал им, тебе знаться, разобьем свои знамена, в крови громкие разыграем и ударившим Летавры прочь, с Памбой мы отступим, без стыда и без боязни. Пусть вы крепости не взяли, но по пяткам уже смело перестолкнули честью, не нарушили ни раду нами данного обета. Целых 9 лет не ели, ничего не ели ровно, кроме только молока. Ободренные этой речью девятнадцать кистильянцев, все качаясь на стедлах, в голову слабо выкричали, там, кто я как вам пострелло, честь и слава Дона Петро, честь и слава Льву Торсилье. А Каплан его, Диего, царь сказал тебе, сквозь гопы, если б ебал полководцем, я убедал, есть лишь мясо, сбивая сентуринским. И вот, слышав то, Дон Петро пройдет с огромным смехом, подарить ему барана. Он изрядно пошутил. Диего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok